Девушки отдыхают Как я могу совершить какие-либо исправления, которые физически достигнут ближних, ближних по духу и повлияют на тех и других в правильном виде и пробудит их? Это на самом деле наша самая большая работа, то есть исправление человека состоит в исправлении мира. Мне не так уж важно, насколько я поднимусь сегодня, завтра, послезавтра по уровням отдачи, объединения, но насколько я реализую это в связи с другими. И это то, что Баль Сулам нам хочет объяснить в понятии поручительства, что если мы хотим получить Тору, Высший Свет, Свет Творца, который повлияет на нас, Мы должны... Мы должны... Нам надо работать с ближним, с другими, с соседями, и тогда... Тогда мы сможем продвигаться. То есть вся наша работа, она больше относится к распространению, потому что для себя, как говорит Рабаш и Баль Сулам, человек не может настолько уж помочь, но именно другим, когда он хочет помочь, тогда благодаря этому он исправляет себя. Все наши исправления, они заключаются в том, что мы исправляем других, приближаемся к ним, помогаем, поддерживаем их, и тогда благодаря этому мы исправляем себя. Исправление разбитых частей, насколько они готовы быть объединёнными между собой и работать, как один человек с одним сердцем. И это важно. Поэтому, когда мы сейчас в особенности раскрыли себя рассеянными по всему земному шару, как раз показывает нам то, что мы уже можем начать работать, поддерживая себя в связи между нами над всем земным шаром. над всей этой мощной поверхностью дают нам тоже постепенно средства для того, чтобы находиться в связи, беспроводной связи, интернет-связи. И мы должны пользоваться всеми этими вещами как можно больше, для того, чтобы восполнить материальное расстояние, которое мы видим, которое расширяется, и вместо этого привести себя к связи духовной. когда прежде всего с помощью этой беспроводной связи между нами, а затем уже и с помощью духовной связи мы почувствовали, что каждый не оторван от другого. Это как иногда близкие люди, скажем, мама и ребёнок, которые чувствуют друг друга, даже если они находятся без связи физической между собой. Так мы должны прийти к ощущению, ещё даже намного большему, что мы находимся в связи между нами. И так будем продвигаться. Это то, на что мы должны обратить внимание, на связи между нами. Когда человек должен помогать ближнему, мы по-настоящему приближаемся друг к другу так, что я чувствую других как близких. Я чувствую их действующих близко, и я чувствую, что происходит в их сердце, в разуме. И так мы приходим к строению одного — Адама. И это предстоит нам. Это стоит перед нами буквально как цель, как это первое соединение на стыке между материальным и духовным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова